В Петропавловском доме юношества продолжает участвовать в педагогических войнах, конца которым пока не прогнозируется. В этой комнате сейчас обсуждают вчерашний позор. Так, начальник областного управления образования и весь коллектив Дома юношества называют действия социального педагога Нины Сипович. Она одна вступила за выпускников-сирот и рассказывала, что потеряют юноши и девушки, если лишатся прописки. Она одна из всех защищает наши права вот здесь. Она одна из наших старинетов. Сегодня у него ничего. Директор, скажите, пожалуйста, скажите. Вы собрали список с подписами, чтобы... Воспитанники, несмотря на закрытое совещание, тоже участвуют в обсуждении. Они утверждают, что коллектив Дома юноша сфабриковал письмо против Нины Сипович. В нем социального педагога обвиняют в организации съемок и в том, что это она подбила сирот на бунт. Начальник управления образования области сначала назначает служебное расследование, а потом тут же отказывается от своих слов. Вы почему мне не верите? Я же вам лично говорю, я звонила, разговаривала с директором, это от меня пошла информация ко всем. Значит, этот вопрос на этом закроется. Я еще раз говорю, то, что было вчера показано, оно не соответствует действительности. А это значит, что выпускников никто после 23 лет выписывать из общежития не будет. И они не потеряют очередь на квартиру и прочие сиротские льготы. Начальник управления образования даже пообещал, что никаких карательных мер провинившемуся педагогу принимать не намерен и быстро свернул совещание. Подождите! Я все сказал. Вы прекрасно сказали. Нина Сипович виноватый, себя не чувствует. А вот оскорбленный, да, педагог уверен, что в ситуации разберется только прокуратура. Мне сказал начальник управления, что я дала неправильное интервью вчера, что, значит, я могу в дальнейшем, если такие повторятся, значит, подвиги, как и с моей стороны, что я могу, значит, рассчитывать не более чем на техничку. Да, это было сказано. Я говорю это на всю республику. Значит, потому что в данный момент продолжится травля. Травля не только меня, но и педагогов, которые здесь работают. А тем временем маленький коллектив Дома юношества уже раскололся на два враждебных лагеря. И, как признаются сами педагоги, в ближайшее время их проблему не решить. Это в обычных школах и интернатах. Скоро начнутся каникулы, и дети спокойно разъедутся по домам. Тем, кто живет в общежитии, ехать некуда. Им по-любому придется участвовать в этой истории и принимать чью-то сторону. Ольга Ведукевич, Дмитрий Ройс, 7 канал, Петропавловск.